Для того, чтобы ремень был крепче, меньше растягивался и деформировался, и был красивее, его нужно прошить. Вдоль края грувером была вырезана канавка, и в ней разметочным колесом нанесены точки. Отверстие я проткнул шилом. Это нейлоновая нитка номер 150. Она не вощеная, и для ручного шва ее нужно натирать воском. Такой ниткой в этот раз я пользовался для эксперимента. На самом деле так делать не надо. Удобнее шить вощеной ниткой, и обычно я использую не нейлоновую, а льняную. Воск на нитке важен для того, чтобы замыкать соединения, чтобы стежки как бы склеивались внутри отверстия. Начинаем шить двумя иголками с отдельным швом. Обе иголки должны быть тупыми. Можно купить специальные иголки для ручного шитья, но в данном случае мне нужны были очень тонкие иголки. Я взял две обычные и затупил, и отполировал их острее. Сидельный шов – это самый прочный шов. Через каждое отверстие проходят две нитки, и если одна порвется, вторая будет держать соединение. Чтобы шов выглядел красиво, важно проходить каждое отверстие в том же порядке. Не важно, начнете вы с лицевой или с изнаночной стороны, не важно, пройдет нитка с одной стороны над другой или наоборот. Но очень важно запомнить ваши действия на первом стежке и повторять их каждый раз в той же последовательности. Важно затягивать каждый стежок с одинаковым усилием. Чтобы после шитья не болела кожа на пальцах, можно одеть спортивные перчатки, у которых обрезана последняя фаланга. Тогда будет легче затягивать нитку. Для видео я работал на столе, и видно, что ремень болтается, и его нужно придерживать. Это очень неудобно. Чтобы шить быстрее, желательно иметь приспособление, которое на английском называется «stitching pony» или «stitching horse». Это две деревянные планки с зажимом, которые фиксируют ваши изделия как тиски. Тогда во время шитья не нужно думать и отвлекаться на то, чтобы держать само изделие. И это сильно увеличивает скорость шитья. Ременные петли после того, как они высохли после покраски геля «антик» и защитных слоев, тоже были прошиты вдоль обоих краев. Теперь я сшиваю их льняной вощеной ниткой. Получились кольца, у которых нет определенной формы. На многих ремнях используют именно такие кольца. Но чтобы наше изделие выглядело лучше, я буду их формировать. Опускаю кольцо в воду. Жду около минуты, чтобы оно хорошо впитало в воду. Беру деревянный брусок такой же ширины, как наш ремень. У бруска должны быть прямые углы с двух сторон, а по толщине он срезан под углом. Надеваю кольцо на брусок и слегка натягиваю его. Оставляем его в таком положении до тех пор, пока он полностью не высох. Сейчас кожа эластична, но когда наше кольцо высохнет, оно запомнит форму и будет выглядеть более строго и симпатично. И конечно же сам брусок нужно хорошенько зашкурить, а не пользоваться таким ужасом, как на этом видео. Продолжение следует...